Спасибо, что пришли. Меня зовут Марк Рыбух. Спасибо за представление. Замечательный клуб. Я где-то 23 года назад начал свою киберспортивную карьеру в чем-то похожем. Там тоже было много компьютеров, настолько много, что можно было даже парочку из них вынести, и никто бы не заметил. Собственно говоря, это реальная история. Ну, а тема моя называется «Киберспорт. Бесконечная эволюция». Потому что, как правильно отметил Ярослав, который выступал до меня, киберспорт очень динамичен, и в нем постоянно что-то происходит, постоянно какое-то движение, развитие, изменения, и это на самом деле настоящая эволюция. Никакая эволюция невозможна без живых существ. В данном случае это игроки, это любой человек, который играет, это юзербейс игры. И мне сказали, что, возможно, зайдет очень хорошо этот интерактив. Давайте попробуем с вами. Я задам вопрос. Кто из вас, поднимите руку, если вы таким человеком являетесь, приходит и играет ради удовольствия? Есть такие люди в зале? Кто играет ради удовольствия? Ну, в общем, много людей. Подождите, не опускайте руки. Это еще не все. А теперь пусть останутся те, кто играет исключительно ради того, чтобы победить. Есть такие люди? Есть такие люди. И теперь есть ли в зале люди, которые именно тренируются, участвуют в чемпионатах, чтобы выиграть немножко денег? Вот там я вижу один человек. Хорошо. А если я вам скажу, что вот в Фортнайте сейчас каждую неделю будет миллион разыгрываться? Для вас это будет причиной попробовать тренироваться, чтобы участвовать в турнирах? Есть такие люди в зале? Никто не хочет выиграть миллион? Нет? Отлично. Я рад здесь. А, вот девушка. Спасибо, да. Спасибо, что поддержали. В общем, это смысл фактически киберспорта. Это эволюция игрока. Когда вы такой маленький игрок, садитесь поиграть, я не знаю, в Red Dead Redemption или в Counter-Strike, в Starcraft, в Dota, просто ради удовольствия вы тратите на это какое-то время, получаете обратно хорошие эмоции, может быть, не очень хорошие. И в какой-то момент вам может этого перестать хватать. Вы захотите выйти на новый уровень и играть именно… То есть вам уже не будет хватать удовольствия от просто процесса, вам нужна будет победа, чтобы получить удовольствие. Вы переходите на следующий уровень, я называю это хардкорный игрок. Это игрок, который именно идет за результатом. Он уже не может получить удовольствие от игры, он уже получает удовольствие, большую часть удовольствия, только в случае победы. Но в какой-то момент этому парню, может быть, он узнает, что в Fortnite разыгрывают миллион, может быть, он видит пример какого-то игрока из команды WinStrike или того же Simple. Он хочет попробовать себя в турнирах. И в этот момент он совершает очень важный шаг вперед. Он проходит вот эту эволюцию, когда ему уже нужно начинать тренироваться, начинать смотреть какие-то воды, начинать сильнее преодолевать себя, тратить время, инвестировать и становиться киберспортсменом. И у кого-то этот путь может занимать месяцы, у кого-то этот путь занимает годы. У меня вот, я задавался вопросом, как появляются, как эта эволюция сейчас происходит в игре Counter-Strike. Есть замечательный пример. В 2016 году проходил первый турнир серии эпицентра по Counter-Strike. В октябре я пригласил туда своего брата с его сыном, своим племянником. И по какой-то непонятной причине они стали топить за команду Miba, за бразильцев. Хотя оба ничего не понимали в Counter-Strike. И где-то через год, когда я приехал в гости, племяннику было тогда лет 11, я слышал знакомые крики из комнаты, там, хорош, давай, мочи. Я захожу сюда, этот парень, который год назад ничего не понимал в Counter-Strike, сидит и уже катает в команде. То есть за короткий промежуток времени, за год, он продвинулся настолько, он изучил игру, он нашел себе команду. Они играли, по-моему, в каком-то из дивизионов ESEA. И это такой уже маленький киберспортсмен. Человек, который прошел эволюцию, без которой киберспорт невозможен. Потому что киберспорт — это в первую очередь игроки. Все игры, которые сейчас есть на топе киберспорта, Dota, Counter-Strike, та же Лига Легенд — это все, что игроки подняли наверх своим интересом. И это одна из частей эволюции киберспорта. Игроки, двигаясь от ступеньки к ступеньке, пополняют юзербейс игр и тем самым возводят какие-то игры на вершину, так сказать, киберспортивного Олимпа. Здесь мы подходим ко второй части — это игры. Когда я начинал, это был 96-й год, игр было не так много. Был Quake 2, ну и Quake — первая часть тоже. И чуть позже там вышел, через несколько месяцев после того, как я начал играть, вышел в StarCraft. Я выбрал для себя Quake и не пожалел. Эволюция игр выглядит довольно интересно. То есть была первая часть Quake и Half-Life построен на движке Quake. Потом два парня, которые играли в Half-Life, построили на нем мод, который называется Counter-Strike. Если мы возьмем какой-то пример из природы, это будет, наверное, как гусеница превратилась в бабочку, а потом превратилась в чайку и улетела. Это вот выглядит как-то так. Это довольно интересный феномен. И я на самом деле заметил некую цикличность, потому что если там 20 с лишним лет назад мы все играли, ну мы больше всего, чаще всего в клубах играли в Quake, то сейчас самой популярной дисциплиной, ну по крайней мере самой хайповой игрой является Fortnite, где точно так же у тебя есть оружие, ты бегаешь один или несколько человек по карте и стреляешь. И это довольно интересно, потому что, как я уже сказал, цикличность. Вопрос в том, будут ли эти циклы повторяться дальше, и циклична ли вообще эта эволюция, что мы будем так идти по кругу, и там 20 лет у нас FPS, потом MOBA, потом еще что-то. Но я на самом деле думаю, что все будет развиваться несколько иначе, потому что третья фаза эволюции киберспорта, она связана как с играми, так и с носителями, на которых эти игры проходят. То есть это фактически железо развития технологий, там, несколько лет назад, если бы кто-то мне сказал, что будут проводиться соревнования по мобильному киберспорту, ну это было бы довольно неплохой шуткой, мы все посмеялись, такие ха-ха, но в целом сейчас видно, что будущее киберспорта, оно неразрывно связано с новыми устройствами, с мобильными устройствами, возможно дальше с виртуальной реальностью, и тяжело очень сказать, какое оно будет там даже через 10 лет. Что касается мобильных устройств, это действительно настоящий рывок, следующее звено эволюции в совокупности киберспорта, как целой такой индустрии инфраструктуры, потому что предыдущие было связано с появлением стриминговых сайтов, таких как All3D и Twitch, которые дали массовость киберспорту, вывели его на следующий уровень. И сейчас это мобильные устройства, которые позволяют любому человеку, где бы он ни находился, попробовать себя в игре, в любой. Да, пока это выглядит там смешно, там есть PUBG мобайл, Fortnite мобайл, в которые очень тяжело играть, ну по крайней мере мне, потому что мне 38, возможно кто-то помоложе, у него получше там все с пальцами, я уже слишком старым для этого. И в будущем массовость, настоящая массовость киберспорта не то, что есть сейчас, потому что сейчас киберспорт, несмотря на то, что он генерирует огромное количество хайпа, он является очень небольшим зернышком в индустрии и вообще гейминга. И настоящая массовость ему даст доступ желающих попасть в киберспорт, которые получат эту возможность, находясь где угодно, без привязки к компьютеру. То есть я вижу это так, что вы, находясь где-нибудь там, отдыхая на Мальдивах, или где вы хотите отдыхать, можете участвовать в турнире по определенной игре, сражаясь против оппонентов, которые там могут быть в Бангладеше, в Гондурасе. Ну, для меня это выглядит так. И это будет действительно следующий прорыв киберспорта, который связан на данный момент, мы можем это видеть, прогнозировать с мобильными устройствами. Но вот что будет потом, как это изменится, появятся ли дисциплины, завязанные на виртуальную реальность, будем ли мы там через 10 лет следить за тем, как ребята в шлемах рубятся виртуальными мечами, будет ли это выглядеть так, как выглядела в финале фильма «Реальная сталь», когда человек там как тень управлял своим роботом. Сейчас это очень большой вопрос. И он связан в первую очередь с тем, что, как упомянул Ярослав, другие виды спорта, несмотря на то, что там происходит в игре в самой много действий, они статичны, там практически не меняются правила, там не меняются вводные, там меняются игроки, и возможно меняются там в течение какого-то времени какие-то стратегии. Киберспорт, он не стоит на месте вообще. Это и в игроках, которые бегают из команды в команду, но это не назвать эволюцией. Это и в движении определенных людей от уровня к уровню, и по ходу их к киберспорту, от обычного казуального геймера. Это и в устройствах, которые постоянно совершенствуются и даже не дают нам вообразить, что будет через несколько лет. И, соответственно, в самих играх. И этим киберспорт и прекрасен. То есть, возможно, я там частично отвечаю на вопрос Ярослава, чем киберспорт круче спорта. И он круче именно тем, что он вообще не стоит на месте. Это то, что постоянно в движении, а движение, как известно, это жизнь. И этим киберспорт прекрасен. Это его эволюция. Киберспорт постоянно живет, он не статичен. Я, наверное, очень быстро рассказывал, в принципе, рассказал всю свою тему за несколько минут. Наверное, это завершение моего выступления. Я хотел бы в конце сказать, что у меня сын, ему сейчас 6 лет, и он уже сейчас играет в Человек-паука на PlayStation. Я вспоминаю себя в 6 лет, я не могу сказать, что я во время ел грязь, но у меня точно не было никакой приставки. И я понимаю, что вот этот малыш сейчас, он в будущем вырастет, и поскольку он видит, что папа тоже там в PlayStation играет, он будет тоже связан неразрывно с видеоиграми, так же, как связан я. И, возможно, мне бы этого хотелось, чтобы он как-то участвовал в киберспорте. Как игрок, как, возможно, организатор турниров, как кто-то. Потому что киберспорт, с моей точки зрения, мне нравится, потому что он живой, в нем постоянно что-то происходит. И если вам вот этот экшен по душе, то киберспорт, он для вас. Спасибо.